Хотел бы поговорить о еде. Часто, кстати, возникает этот вопрос в комментариях, где можно покушать, какую кухню выбрать, сколько это стоит, какой ценовой диапазон здесь в городе, в Мехико. Сегодня я на площади Цокола. Это главная площадь во всех городах Мексики. Есть подобные площади. Да, может быть, они отличаются размером, но название у них одинаково. Цокола. Не говорю о ребятах, которые арендуют самый дешевый костел за 10 долларов, за 8 долларов за ночь. Это, как правило, от Шип, это не центр. Там как раз люди живут в одной комнате, и мужчины, и женщины. Я делал по этому поводу материалы, я их выложу в ближайшее время. Нет, я говорю о тех, кто останавливается здесь недалеко от центра за 15-20 долларов ночь. Те, кто гуляет, выходит на улицу, ищут себе еду на Цокола. Итак, первое, куда мы пойдем, это самое распространенное место для местных. Цена где-то 50-60 песо за обед. Очень-очень вкусно. Я пробовал несколько раз, мне понравилось. Там можно взять и с мясом, и без мяса. Это такие тортильи, национальная еда. Мы пойдем сейчас туда, я скажу потом адрес, и вы можете спокойно, если здесь окажетесь, на Цокола, арендуете жилье здесь, на площади Цокола, в этом районе, сможете этим воспользоваться. Вот, сам я живу на Паланка, район Паланка, там же у нас и офис. Я живу на улице Дарвина, там у нас тоже есть вкусная еда, также и местная, и чуть подороже. Ну, начнем с Цокола. Итак, пойдем на первое место. От площади это буквально полминуты пешком. Улица называется Калия Фебредо 5. Вы идете по этой улочке, примерно 100 метров. И справа от вас будет кафешка, в которой, как всегда, очень много местных жителей. Это говорит о том, что еда очень вкусная, я несколько раз кушал в этом месте. Сейчас посмотрим, что можно здесь купить. Площадь Цокола осталась сзади меня. Значит, здесь сначала покупаешь, кушаешь, а потом уже оплачиваешь вот тому дяде. Причем, напитки, когда вы выпиваете, бутылку обязательно нужно сдать. Ту папас, вегетариану. Вот, два папаса я взял. И вот один мандет. Вот такая вот лепешка с картофелем. И можно взять соус. Он, кстати, очень острый. Тут очень много авокадо, ребята. Так, вот как раз мне дали бутылочку. Яблочный напиток, тоже национальный, можно использовать. Сейчас найдем где-нибудь место, где можно покушать. Ну, вкус. Картофель, бобы. Вкусно. И острый соус из авокадо. Очень, кстати, рекомендую. Дал 100 песо. И сдача мне дали 50. 58 песо. В общем, 42 песо. Три лепешки с картофелем и с бобами. С соусом авокадо. Называется, кстати, папас. И один напиток, национальный яблочный. Сейчас мы пойдем в другое место. Отсюда где-то метров 300. Там можно покушать семейно. Неограниченный подход к столу. Это шведский стол. Ну, там есть интернет и свежевыжатые соли.